Это послание Федеральному собранию, насколько я понимаю, было самым длинным за всю историю, более двух часов. И я посмотрел его от начала до конца. И оно, наверное, наиболее ценно тем, что каждый житель нашей страны что-то для себя услышал. Какие-то вещи, которые позволят нам идти вперед, развиваться, развиваться вместе, развиваться всей страной. Очень важно было услышать, что ветераны специальной военной операции будут иметь возможность получить гражданскую специальность в лучших вузах страны. Это действительно важная инициатива. Очень интересно узнать о программе «Время героев», специальной кадровой программе для участников специальной военной операции. Я нахожусь в зоне специальной военной операции как корреспондент, но являюсь участником. Непосредственно у меня контракт с диверсионно-разведывательным отрядом «Алания». Я являюсь его бойцом. Для меня это вещи, которые, в том числе, возможно, я буду принимать участие в этих инициативах. И это интересно, в том числе, для меня. Отдельно, наверное, стоит сказать, что очень важно было из уст нашего верховного главнокомандующего, нам, участнику специальной военной операции, слышать, что люди, которые сейчас оружием в руках, защищают нашу страну в зоне специальной военной операции. Они и есть будущая элита нашей страны. Они уже элиты нашей страны. Потому что нам сейчас, как никогда, нужны люди, которые действительно любят свою страну, любят Россию. И это, наверное, действительно должно быть определяющим фактором формирования будущих лидеров, которые поведут нас дальше. Важно было слышать от нашего президента, что у нас в тылу, у участников специальной военной операции, будут продолжаться программы поддержки как семей военнослужащих, так и семей погибших в зоне специальной военной операции. Это придает уверенность, уверенность в том, что у нас за спиной все в порядке. Это придает уверенность для выполнения непосредственно боевых задач в зоне специальной военной операции.